Родители восьмилетнего Мухаммеджана, которого в интернате убила няня, требуют наказать всех виновных. Сегодня мама мальчика пришла в прокуратуру. Она опасается, что следствие будет необъективным. Ребенка с ДЦП нашла удушенным медсестра интерната. По версии следствия, няня привязала его за шею к кровати, чтобы он не мешал спать другим детям. Сегодня эту трагедию впервые прокомментировали в интернате Айяла. Что они рассказали о женщине, которая так жестоко обошлась с ребенком инвалидом? Нургали Карабаев выслушал всех. Который день мама восьмилетнего Мухаммеджана оплакивает сына. День и ночь Зарина Кутыко-Ижаева не расстается с фотографиями единственного ребенка. Она считает, что в убийстве ее мальчика виновата не только няня. Требую, чтобы руководство и сотрудники интерната ответили за это. Я не думаю, что в смерти моего сына виноват только один человек. В чем была вина моего мальчика? Мать рассказала, что была вынуждена отдать сына в интернат. Ребенок с ДЦП нуждался в особом уходе. Муж инвалид, она на работе. К тому же нет своего жилья. Последний раз сына видела осенью. Зимой ее не пускали из-за карантина. Долгожданная встреча должна была состояться 1 апреля. Но смерть разлучила их навсегда. В интернате для детей-инвалидов 8-летний Мухаммеджан жил последние 3 года. Никогда не жаловался, но 21 марта медсестра нашла его мертвым. На шее ребенка были следы удушения. Как выяснилось, за шею кровать его привязала няня, потому что мальчик долго не мог уснуть и шумел. Родные сомневаются в справедливом расследовании смерти. В полиции нам показали совсем другие фотографии тела Мухаммеджана. На них нет следов удушения на шее. Может, тональным кремом замазали. Может, полиция хотела скрыть это от нас. Иначе как объяснить, что снимки, которые сделали мы в полиции, отличаются? В интернате рассказали, что 30-летняя няня успешно прошла стажировку и показала себя с хорошей стороны. Вспышек агрессии за ней не замечали. У нее трое детей, младшие всего 3 года. И добавили, что в отличие от воспитателей, с нянь не требуют специального образования. Для няни у нас же не берется прямо образование. Просто человек уже, если идет от души работать со своим желанием, это воспитатель с педагогическим образованием. Вообще, мир, боль, девочка эта, она вообще общительная очень, контактная. И с детьми контакт находила. Доброжелательная, спокойная девочка. Жестокое убийство беспомощного ребенка шокировало казахстанцев. Теперь за этим делом следит общество. Очевидно, что следует провести проверку таких учреждений. Ведь никто не знает, что творится за высокими стенами. Нургали Карабаев, Ренат Абулхаиров, Информ Миро, Алматы.